Добрый день! Вас приветствует библиотека для молодежи. И сегодня, в рамках акции Ночь музеев, мы подготовили для вас виртуальную экскурсию по музеям писателей в Крыму. Гостях у великих. В Крым влюблялись, влюбляются и будут влюбляться. Заменитые поэты и писатели не стали исключением из-за этого правила. Любовь к полуострову сквозит в их произведениях. Некоторые из них так полюбили это место, что стали здесь жить. Дома писателей в наше время стали музеями. И сегодня мы расскажем, каким писателям в Крыму можно сходить в гости и окунуться в атмосферу того времени. Дом-музей Чехова в Ялте. Первое имя, которое приходит на ум, когда произносит слово Ялта. Антон Павлович Чехов. Писатель был так влюблен в этот город, что построил себе дом и разбил вокруг него сад. Небольшой, уютный, красивый дом притягивал к себе всех друзей Чехова. Чехов поселился в Ялте в сентябре 1899 года. Вместе с ним жили его мать и сестра. Именно сестре Антон Павлович и завещал дом. Мария Павловна сохранила обстановку комнат брата. Она жила здесь трудные годы во время Гражданской и Великой Отечественной войн. Она смогла сохранить дом и все экспонаты. Местные жители назвали Ялтинский дом Чехова «Белая дача». Здесь написаны повесть во враге, рассказы дама с собачкой, на святках, пьесы «Три сестры» и «Вишневый сад». Дом Чехова – самый знаменитый музей в Ялте. Туристы приходят сюда, чтобы посмотреть, как жил и работал писатель, а еще поскрепеть половицами, заглянуть в маленькие комнатки, погулять по саду, где все еще растут деревья, посаженные самим автором «Вишневого сада». Дача в музее Чехова в Гурзуфе. Небольшой одноэтажный домик на берегу живописной бухты в Гурзуфе в свое время стал для Антона Павловича любимым местом отдыха. Последние годы жизни писатель искал тишины и спокойствия и обрел их здесь, вдали от ялтинской суеты, где предпочитал останавливаться раньше. После смерти Чехова дача перешла его супруге, которая потом каждое лето проводила в Гурзуфе. В 1958 году Гурзуфскую дачу Чехова приобрел художник Мешков, а спустя пять лет она отошла художественному фонду СССР. В конце 1980-х годов домик Чехова в Гурзуфе был признан мемориальным памятником и вместе с тем стал филиалом Чеховского музея в Ялте. После реставрации дома возвратили максимальный исторический облик и в 1995 году первая экспозиция писателя и актриса уже принимала посетителей. В настоящее время для гостей музея открытый дворик, бухта и восстановленный чеховский домик. В мемориальной части музейной экспозиции представлены вещи, посвященные Антону Павловичу Чехову. В литературном разделе хранятся документы, связанные с пьесой «Три сестры», редкие издания прошлых веков, копии рукопсей. Одна из экспозиций музея посвящена театральному искусству. На выставочных стендах представлены фотографии артистов, театральные программки, реквизит костюма. Своё место в экспозиции заняли материалы спектакля «Три сестры», поставленную Анимировичем Данченко в 1940 году. Экспозиция «Третья комната» рассказывает о друзьях писателя. Она так и называется – окружение Чехова. На выставке можно увидеть подлинные фотографии, архивы, наброски, письма. Стены украшены репродукциями с известными и не очень портретами Чехова. В Гурзурской экспозиции собрано множество малоизвестных фотоснимков, не выставлявшихся в Ялтинском доме музея Антона Павловича Чехова. Музей Александра Сергеевича Пушкина в Гурзуще. Дом, в котором расположен музей, является самой старой европейской постройкой на южном берегу Крыма. Сооружён в течение 1808-1811 годов герцогом Арманом де Пласси де Ришелье. За свою необычную в то время архитектурную планировку гости дома окрестили его воздушным замком. Позже владельцами имения были Стемковский, Воронцов, Губонин, постепенно превративший небольшую скромную дачу в процветающий курорт на живописной Гурзуфской бухте. На исходе лета 1820 году в этом доме жил молодой Александр Сергеевич Пушкин, прибывший в Гурзуф вместе с семьей генерала Раевского, героя Отечественной войны 1812 года. В Гурзуфе, писал Пушкин, жил я с Сиднем, купался в море и объедался виноградом. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой Кипарис. Каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. В Крыму поэт испытывал блаженные минуты вдохновения. Под впечатлением крымских встреч написано более двух десятков стихотворений. В Гурзуфе он начал писать поэму как казкий пленник. Воспоминания пребывания в Крыму нашли отражение в поэтических картинах романа Евгения Онегина. Поэт считал Гурзуф «Колубелью Онегина». Рядом с музеем возвышается огромный платан, посаженный в годощину смерти Пушкина в памяти о его пребывании в Гурзуфе. Сегодня можно не только побывать в доме, где гостил поэт, но и пройти по старым улочкам Гурзуфа, сохранившим черты средневекового поселка. По одной из версий, Пушкинское лукоморье находится на берегу Гурзуфского залива. Центральная экспозиция музея расположена в шести залах и рассказывает о крымском периоде жизни поэта. Представлены прижизненные издания Пушкина, предметы быта пушкинской эпохи и крымского быта начала XIX века. В июне 2007 года создан мемориальный кабинет выдающегося ученого-пушкиниста Тамашевского, являющегося инициатором создания музея. Дом-музей Максимилиана Волошина Коктебель. Столетия назад творческая интеллигенция собиралась в доме Волошина, чтобы общаться, отдыхать и вдохновляться свежими впечатлениями. Гости приезжали сюда в поисках спокойствия и уединения, сбегая суетливой столичной жизни. Искали здесь единомышленников, способных понять их внутренние переживания. И в гостеприимном Коктебеле каждый неизменно находил то, что искал. Именно поэтому дом Волошина был постоянно наполнен живыми, литературоведческими спорами, изящными шутками и духовными беседами. Список гостей Крымской дачи довольно внушителен. В апартаментах Волошина отметились Мандельштамп, Белый, Горький, Брюсов, Булгаков, Грин, Цветаева и другие известные деятели культуры. И сегодня тропинка к дому известного поэта не заросла. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов, поклонников поэзии и просто жаждущих полюбоваться старинными интерьерами и проникнуться духом эпохи Серебряного века. Важнейшую роль в появлении дома музея Волошина сыграла вдова поэта, которая в сложнейших исторических условиях удалась сохранить не только интерьеры комнат, но и архивы, принадлежащие поэту, документ и библиотеку. Именно эти архивы легли в основу коллекции. Дом музея Волошина был открыт в августе 1984 года, а в 2001 году он вошел в состав Коктебельского республиканского эколого-историко-культурного заповедника Кимерия Волошина. Возрождая традиции летних визитов в Коктебель, каждый август в дом музея съезжаются почитатели творчества Волошина, чтобы отметить его день рождения. Большую ценность предоставляет само здание дачи Волошина и сохранившиеся подлинные интерьеры, среди которых особенно выделяется мастерская поэта и библиотека. В фондах музея собрано более 60 тысяч экспонатов. Первый зал освещает основные веки жизни и творчества поэта. Здесь представлены документы, личные письма, фотоснимки. На втором этаже размещается мастерская, также сохранившая свое подлинное убранство. Предметы мебели интерьера, собранные в этом пространстве, демонстрируют тонкий вкус поэта и его пристрастия. Литературно-мемориальный дом музея Николая Бирюкова, Ялта. Филиал Ялтинского исторического музея был открыт 14 ноября 1970 года. Здание для музея было выбрано не зря, ведь именно здесь провел свои последние годы писатель и лауреат государственной премии СССР Николай Бирюков. Здание было основано в 1959 году, а строилось по эскизам архитектором Перемиловским и Николая Зотовича. В музее расположена библиотека писателя, его собственные вещи, рабочий кабинет. В кабинете создана рабочая обстановка, разложены книги и рукописи, стоит чернильница, чтобы каждый мог проникнуться той атмосферой, которая царила во время работы писателя. Столовые веранды также сохранились в том виде, который создавал сам автор. Попадая внутрь музея, он мгновенно переносит нас в эпоху своего рождения. В творчестве и по жизни опорой и поддержкой писателя была его жена и верная спутница Анна Ильинична. Именно она была инициатором переоборудовать дом в музее имени своего мужа. Этим она подчеркнула свою привязанность и заботу о мужа, даже после его смерти. Снаружи дом-музей выглядит сдержанно и просто. Стиль этого двухэтажного особняка немного напоминает Средиземноморский, что, впрочем, отлично сочетается с крымскими растениями, которые густо разрослись вокруг дома. Мемориальный музей Леси Украинки. Ялта. Ялта – один из главных пунктов на жизненном пути прославленной поэтессы. Именно в Крыму на изломе XIX и XX веков она создавала свой знаменитый цикл стихов «Крымские отзвуки», работала над поэмой «Ифигения в Тавриде» и переводами Байрона и Шекспира, а жила в доходном доме Купчихи-Лещинской. В нем и создан литературно-мемориальный музей, рассказывающий о жизни и творчестве Леси Украинки. Притягивает внимание здание, в котором размещена экспозиция. Фасад дома и особенно второй его этаж щедро украшены резными элементами, а перед ним памятник поэтессе. Леси Украинка изображена в задумчивой позе, сидя на камне. В качестве постамента использованы диабазовые глыбы, поднятые смех с холодна у Аюдага. На первом этаже музея размещена экспозиция «Ялта век XIX», знакомящая жизнь у города в период его расцвета. Подлинная мебель, предметы быта, книги, картины, редкие фото и другие артефакты прекрасной эпохи переносят старинную Ялту. Выставка самой поэтесси на втором уровне. В собрании хранятся вещи, так или иначе связанные с ее творческим путем. Фотографии, издания, произведения. Интерьер оформлен предметами быта и мебелью начала XX века. Отдельная секция посвящена украинским национальным костюмам. На базе музея Леси Украинки в Ялте была образована первая в городе школа с преподаванием на украинском языке. Музейные посещения служат дополнительными аудиториями для студентов Крымского государственного гуманитарного института. При музее был создан народный любительский театр «Семь мус». Собрана большая библиотека по истории и развитию украинской культуры. Литературно-мемориальный музей Александра Грина. Феодосия. Музей в этом здании действует с середины 1970 года. В первое время развития новой выставочной площадки курировал Феодосийский краеведческий музей. Проект литературного музея разработан художником-архитектором Бродским. Здание примечательно издалека и весьма узнаваемо по фотографиям Феодосии за счет крупного романтического рельефного панно «Бригантина», которым оформлен торец дома. Постоянная экспозиция музея включает воссозданный кабинет писателя, где внимание уделено бытовым деталям, а также помещения, оформленные в стиле созданного Грином романтического мира. Это музейные комнаты, «Триумфрегата», «Клиперная», «Каюта странств» и другие. Выставка «Грин и современность» размещается в Большом зале. Также в музее периодически проводятся временные тематические выставки, встречи с музыкантами, поэтами и художниками. Образ музея в виде старинного парусного корабля и вся атмосфера внутренних помещений, пропитанный творчеством писателя, романтикой морских странствий и способствует возвращению в радости и мечты детских лет. Дом-музей Грина в Старом Крыму Мемориальный музей является старейшим музеем города Старый Крым. Уникальность Старокрымского музея в том, что расположен он в единственном собственном доме писателя. Дом был приобретен в конце мая 1932 года женой Грина Ниной Николаевной в обмен на золотые наручные часы. В этом доме прошли последние дни писателя. Здесь он диктовал страницы последнего незаконченного романа «Недотрога». Здесь получилась печать и последнее прижизненное издание автобиографическую повесть. Музей создан старанием Нины Николаевны Грин. Именно благодаря ее упорству и невероятной силе духа домик сохранил свой облик и уникальные собрания мемориальных предметов, сопровождавших писателя долгие годы его творчества. Экспозиция дома-музея включается о три небольшие комнаты. В первой – литературно-мемориальная экспозиция. Личные вещи писателя, фотографии, книги, картины – все, что рассказывает о жизни и творчестве писателя. Вторая комната выглядит точно такой же, какой была в последние дни жизни писателя. Единственное новшество – деревянный пол. Известно, что при жизни писателя пол в доме был земляной. Ко дню рождения писателя приурочен ежегодный творческий фестиваль в Гренландии, который проходит в Старом Крыму. Фестиваль организован мемориальным домом-музеем Грина, литературно-художественным музеем, писательскими организациями Крыма. Утром на склоне горы Огармыш участники фестиваля поднимают символические ауы и паруса. На импровизированной сцене выступают творческие коллективы, артисты, музыканты и поэты. Музей Марины и Анастасии Цветаевых. Мемориальный музей в городе Феодосий. С 2015 года входит в состав государственного бюджетного учреждения Республики Крым, историко-культурный мемориальный музей-заповедник Кемерия Волошина. В Феодосии сестры Цветаевы приезжали неоднократно, на короткое время, начиная с 1911 года. Этот город был хорошо знакомым. Большая дружба связывала Цветаевых с постоянно жившим по Крыму поэтом Максимилианом Волошиным. В 1913 году, похоронив отца, сестры принимают решение оставить Москву и провести зиму в Феодосии. Марина с мужем и дочерью сняли квартиру на даче Редлихов по улице Анинской. Анастасия с мужем и сыном поселились на улице Бульварной. В Феодосии Цветаевы вошли в круг друзей-знакомых Волошина, познакомились с многочисленными потомками семейства Айвазовского. Активная работа по созданию музея по феодосийским адресам Цветаевых начала осуществляться в 90-е годы, усилиями Двойнина и ее сподвижников. Инициатива встретила поддержку в лице куратора культуры Феодосийского региона Болоцкого. В 1999 году на обоих зданиях были установлены мемориальные доски. В 2001 году музей был официально зарегистрирован как отдел заповедника Кемирия Волошина. К сожалению, то помещение, где снимала квартиру Анастасия Цветаева, получить под размещение музея не удалось. Большое счастье, что в современной Феодосии удалось обнаружить вещи, предметы быта, мебель начала XX века. Сохранился гарнитур дачи Редлихов, которыми могли пользоваться сестры Цветаевы. Сохранена ручка от калитки, которая вела во двор квартиры Анастасии Цветаевой. Всего собрано более тысячи экспонатов. Дом музея Исмаила Гаспринского «Барчи сарай». Музей Гаспринского находится в здании бывшей типографии двуязычной газеты «Терджиман. Переводчик», который долгое время был единственным туркоязычным периодическим изданием в России и мусульманском мире. Музей был торжественно открыт 21 марта 1921 года благодаря труду директора Барчи сарайского музея Усейна Баданинского. Эта дата была 70-летием со дня рождения писателя, который умер в 1914 году на 63-м году жизни. В 1932 году музей был закрыт, большая часть экспонатов оказалась утраченной. Возрождение музея началось в 90-х годах прошлого века. В 2001 году здание типографии отреставрировали. К 150-летию со дня рождения просветителя редактора и гуманиста музей получил второе рождение. Экспозиция ознакомит жизнью деятельности Исмаила Гаспринского, основателя мощного просветительского движения народов Востока, которое радикально изменило структуру и суть начального образования во многих мусульманских странах. В музее представлены семейные фотографии, мемориальные вещи, документы, раскрывающие редакторскую общественную работу, награды, книги, учебники, напечатанные в типографии газеты. Центральное место в экспозиции занимает портрет Исмаила Гаспринского, художника Эминова. Сохранена обстановка рабочего кабинета, который дополняет мебель 19 века. Среди личных вещей здесь представлена трость, подаренная к 25-летию мою юбилею газеты. Надеемся, вам понравилось и вы узнали для себя что-то новое. До новых встреч!